Всем привет! Вы сейчас посмотрите видео, как я делаю из своей машины автодом. Это не конец. И извините, пожалуйста, за спонтанные такие видеокадры. То есть я там могу одно говорить, другое говорю, третье говорю. Вы поймете, я это снимал через... Допустим, снимаешь сегодня, следующее через месяц, через два месяца. И вот так вот. Я уже не помню, что я говорил до этого. Ну, в общем, вы суть поймете. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что я тут наделал. Но это в конце. Смотрите, что осталось у меня от машины. Все разобрал. В общем, первоначально я, конечно же, неправильно все делал. И здесь, получается, должна стоять кровать. Я сперва замерял, почему-то снизу. Снизу, естественно, получался размер другой, так как, смотрите, кузов какой. Он выгнутый. И если делать 50 сантиметров выше, то есть здесь сделать такие палати, да, ну, куда кровать будет ложиться, здесь, получается, метр семь-шесть. У меня рост метр семь-семь. То есть вообще нормально. Я сплю все время с подушкой, где-то повыше. А под этими палатами можно сделать шикарные шкафы. И здесь, чтобы открывались. И когда открываете заднюю дверь тоже, туда вообще не габарита, невероятное количество можно засунуть. А вот эти шкафы, которые здесь были, конечно, они места больше занимали, и никакого толку от них нет. Это пока я не планирую убирать. Пускай это останется. Вода это тоже. Пускай это тоже останется, болтаться будет. Но все равно вода-то нужно будет помыть. Успею сюда убрать, куда-нибудь ссунуть. Как-то так. Так что буду делать нормальный автомобиль, на котором можно будет передвигаться и жить. Сперва, что хочу сделать, это свет. Этот свет, я не знаю, почему он потух и не работает. Вообще никак. Откуда он идет, эти провода, откуда они тянутся, я даже понятия не имею. Где-то разбирал, ничего не понятно. Потолок хочу оставить как есть. Он чистый, нормальный. А вот это все заклеить, потому что нет никакого смысла закрашивать. Что-то закрашивать, закрашенный, страшный цвет. И, в общем, надо как-то повеселее это все сделать будет. Вот с этого начнется у нас переделка автомобиля. Будем делать мы его с супругой под автодом. Но автодом такой, чтобы можно было и разобрать, когда надо что-то перевезти. Потому что городить мы не хотим. Правильно, как моя жена сказала, эта машина не только для тебя, для всей семьи. В общем, мы начинаем делать кровать. Сперва, первоначально, была идея сделать вот так. Здесь метр семьдесят шесть, наверное, вот так вот. Метр семьдесят пять, семьдесят шесть. Видите, он такой выгнутый кузов. И как бы нам подходит, можно ноги вытянуть, но это впритык. Понимаете, и нормально откинуться, вот когда вы погуляли, или куда-то поехали, там, ходили, с пляжа пришли. Но это нереально. И мы все-таки решили сделать вот так вдоль. Метр восемьдесят, вот длина. Это уже длина, это будет кровать. Метр восемьдесят отсюда. И вот до конца, вот этой вот нише, где колесо. Прям супер. Встает 70 сантиметров ширина, и вторая часть будет выдвигаться. Снизу будет у нас две, два таких ящика. Хотели сперва делать три, но лучше два. В два, ну, как-то спокойнее можно все засунуть. В три там запихивать постельное белье надо. То есть матрас, который будет ложиться на вторую кровать, он будет сниматься, и будет, как бы, спинкой дивана, да, скажем так. Вот так это будет делать. Во-вторых, я купил пробковых обоев 10 метров. Здесь этого более чем достаточно заклеить, и все ими заклеится. Будет очень красиво. Ну, и остальная инфраструктура уже там будет со временем дорабатываться. Но вот сюда, скорее всего, полки я верну. Переделаю, чтобы они не открывались, потому что они неудобно открывались, и, скорее всего, сделаю так, чтобы они открывались влево-вправо. То есть закрыли, знаете, уже с гарантией, что у вас ничего там не откроется. Такие защелки, не хочу ничего ставить. Снизу очень удобно встают канистры с водой. Тут их штук 8-10 поставить можно. У меня 4 было, и плюс 2 холодильника еще стояло. Супер. То есть вот туда вся чернуха уйдет. И есть еще идея сделать на крышу багажник. То есть сварить багажник, и туда при случае, вот прям вот совсем, можно убрать многое. Но пока мы это не будем делать, мы сейчас вот эту всю инфраструктуру забабашим. Плюс у нас есть задняя дверь, отличная задняя дверь, на которую можно на магнитах повесить шторочки. То есть открыть, и получается шторочка закроет все. Там можно и готовить, там же можно и душ принимать. Много чего там можно сделать. Прямо на любой кемпинг встали. Не надо там бегать, чтобы никого не было, выискивать, помыться или еще что-то сделать. Сами понимаете, все, естественно, не безобразно. Купить биотуалет, и там все можно прекрасно сделать. Я в одном из видео говорил, что мы начали уже тут перестраивать. В общем, я все отодрал, все, что было. Сейчас хочу сказать о другом. Смотрите, вот здесь вот будут ящики. Они будут выезжать. Сюда постельное белье. Сюда можно сложить еще какие-то вещи. В общем, надо эти ящики сделать. И чтобы дно вставить, надо вот здесь вот сделать было паз. Этот паз сделал болгаркой с толстым таким диском. Это жесть была. Блин, ребята, я не знаю, вы делали кто-то такое или нет. Я никогда таким не занимался. Короче, начинаешь, во-первых, вот это вот все делать. Дымина такая стоит. Что-то с чем-то. Я открыл заднюю дверь. Там, не знаю, сантиметров на 20 так ее припер. Чтобы она полностью тоже была не открыта. Чтобы люди с ума не сходили и в шок не падали. В общем, там такая дымина. Я такой, выхожу здесь с двери подышать. Мне надо выйти подышать. Надо каждая дверка подышать. В общем, это будет соединяться. И здесь будет картонка, ну, фанерка вставляться. Это будет дно. И ролики. То есть это будет вот сюда входить и выходить. Кровать пока сейчас она в таком состоянии. Вы можете посмотреть. Вот сюда будут. Она прекрасно ходит. Вот эта палка. Сюда будут набиваться перекладины. Перекладины. И то есть это будет складываться кровать и раскладываться. На роликах будет выезжать вот отсюда. Вы это все увидите. И будет суперски. И, во-первых, это будет складываться. Это будет такая, как бы, кровать-диван. Здесь можно будет посидеть. И спинка будет. Вообще суперски будет. Вообще шикарно будет. Но, ребята, если вы собираетесь вот таким заниматься, конечно, лучше обратиться к плотнику. Потому что... Чуть не задохнулся. В буквальном смысле. Такая ванищая была. Ну, сделал. В конце концов я сделал. Ничего дымовуха, да, друзья мои? Народ с ума сходит. Идет, думает, машина горит. А это я болгаркой выпиливаю вот такие вот пазы, куда будет вставляться дно. И вот все я сделал. Здесь вот такие небольшие. Внутри будет вставляться дно. На роликах это будет отсюда выкатываться и закатываться. Ну, дымовух, конечно, капец. Но у меня нет вариантов. Оказалось, что болгаркой нормально можно это все сделать. И даже не загорелись. Но запах такой, как будто я в пионерском лагере выжигаю ста выжигателями сразу. Дым. 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 Как я клеил пробку саму на клей, я не стал показывать. Ну, ничего интересного. А вот такие места, видите, вот, допустим, вот тут вот, вот соединение. Так и так. Ну, это ладно, я вырезал. Здесь наклеил, допустим, основной. А вот это вот я просто прикладывал бумагу. И на бумаге, как трафарет, просто все вырезал. А потом уже вырезал на пробке. Ну, и здесь, соответственно, видите, здесь углы такие. Они какие-то все полукруглые. В общем, получилось нормально. Ну, опять же, все это не доделано. Поверху хочу пустить какую-нибудь деревяшечку, окантовку. Ну, во-первых, чтобы вон там белое закрыть. А во-вторых, все равно трется, видите, потолок. И вот здесь отходит. Подклею чуть-чуть, или, может, даже подклеивать не буду. Просто деревяшкой это все прижмется, будет очень классно. И вот в таком виде уже это на месяца два, наверное, ничего не отлетело. Все прекрасно. Клеил на нормальный клей. Типа для паркета написано. Клей для паркета вообще нормально клеит. Без проблем. Запаха нет абсолютно никакого. То есть, ни клея, ничего такого. Разобрал я это все. Но решил вернуть эти ящики, потому что все-таки они были очень удачными. Здесь еще добью. Тем более материал, во сколько. Даже вырезать не надо. Ведь полукруг есть уже. Хотел сделать еще наверх ящики. Потом подумал, будет сильно темно. Не надо. У меня уже штора есть. У меня жена сделала штору. Ее шторку надо туда сделать. Пускай это будет так вот, как есть. Сюда очень здорово негабаритные вещи вложить. Типа удочки, лопаты. Хотя по дудочке у меня, я уж показывал, есть карман. Вот он, видите. Очень удобно. Это вот лопата у меня сейчас здесь. Потом подсачек. И там еще одна лопата. Но это будет все для копа. Здесь можно видеть конструкцию самой кровати. Кровать очень-очень получилась надежная. Не только там на уголках, а вот на таких вот уголках. У меня супруга все это размечала. Я вырезал. И вот уголок. Я ее разберу, раздвину. И вы сами посмотрите, как она устроена. Очень круто. Ну а здесь, сами посудите, как было удобно. Здесь, во-первых, можно остановиться и отсюда все вытащить. Вот прям вот отсюда. Опять же, здесь можно стол поставить, здесь поесть. И какие-то вещи. Ну, я не знаю, напитки. Или даже для рыбалки что-то такое. Вот чтобы именно здесь было. Там это все-таки зона такая. Для отдыха больше. Для готовки, для еды. Опять же, и там можно сделать, готовить. Но мне здесь нравится готовить, в принципе, никаких проблем. Потому что я готовлю на спиртовке. А спиртовка не очень любит ветерок. А там все-таки защищенное. И готовится прям нормально. А здесь вот даже вот какой-то маленький-маленький ветерочек. Все равно будет малость затухать огонь. Вот эта вот палка, вот это вот перекрытие, которое раньше было, тоже уберется. И здесь я сделаю перегородку, которая будет открываться и закрываться. То есть, изнутри можно будет достать, допустим, холодильник туда. Или воду туда вообще. Не обязательно заднюю дверь открывать. Это у меня сковородки, там всякая беда. Ну, это просто так. В общем, вот так вот идет процесс. Здесь я ничего сейчас делать не буду. Объясняю почему. Потому что я раздолбал всю вот эту вот фордовскую. Вот этот пластик. Видите? Взял, потянул, открыть хотел. И разлетелся. Я думаю, что он уже просто рассохся. И смысла там нет заклеивать пробкой, пока его не поменяешь. А это все откручивать изнутри его надо. Вот эти все вытащить пластиковые болочки. Как их я не знаю, называются. И потом уже вытащить, поменять. Ну, потом уже сделать за подлицо. Нормально. Тоже под пробку туда. Хотя можно и не делать, в принципе. Ну, я сделаю. Потому что там и видно-то не будет. И так, у вас, наверное, будет вопрос, как работает кровать. Ну, кровать, сами представьте, будет как. С этой стороны будет спинка. Такая же. На липучках. Здесь тоже липучки, вы видите, да? Их надо просто приклеить на саму кровать. Ну, и, собственно говоря, вот эта вот часть лежит. Вытаскиваются фиксаторы. Вот такие. С другой стороны тоже. Я уже вытащил, потому что одной рукой снимаю. И вы вытягиваете полностью кровать. С той стороны вы ложите другой матрас. Все. Двуспальная, нормальная кровать. Стол не мешает. То есть здесь, допустим, матрас можно вот сюда маленечко двинуть. И все суперски получается. Надежно, классно. Внутри. Внутри вот так вот огромные ящики. Сейчас в которых лежит постельное белье. Тут одежда рыбацкая. Вот лопата. Ну, собственно говоря, и собирается так же. Очень легко. Вот просто двигаете. И все. И вставляете по размеру. Фиксируете обязательно, чтобы она не раздвигалась. С одной и с другой стороны. Закрываете ящики. Ничего не выдвигается. Супер. Просто. А в нормальном виде получается вот так вот. По-моему, ну, вот лучше не придумаешь. Естественно, вот этот вот дизайн. Вот эту краску. Продолжим здесь. Здесь уже частично получилось. Столик. У нас, видите, какой. Ну, я тебе уж показывал. С полом тоже будем разбираться. Но, скорее всего, краску какую-то по пластику. Его и менять не буду. Ни к чему вообще считаю. Потому что я на коп езжу на рыбалку. Весь его обдиру. Никакие коврики мне здесь даром не нужны. В пылесборнике. С этим я буду разбираться. Сейчас я выезжаю в Омск. Я уже говорил в видео. А потом приеду, буду разбираться. Сейчас не хочу просто этим даже заниматься. Вот вообще не хочу. Как-то так ящики просто классно вытаскиваются. Здесь маленько пообтерся. Из-за того, что уголок. Вон там уголок близко. Ну, он не задевает, как бы. Вроде бы еле-еле там от болтика миллиметр вперед. Но приеду, переделаю. Просто открутить, закрутить. И все. Это вот, кстати, липучки. Которые должны крепиться на саму кровать. Получилось, я считаю, очень круто. Все легко задвигается. И фиксируется. Ну, как-то так. Парфюм. Возможно, сюда вентилятор куплю была. Вообще идея на крыше вырезать дырку и вставить вентилятор. Ну, потом думаю, не знаю, зачем. Хотя, еще не уверен, что так не сделаю. Хотя ночью, если спать, когда душно, вентилятор бы, конечно, хотелось. Ну, ради этого тоже дырку делать в потолке не вижу смысла. Можно купить 12-ти вольтовую какую-то подвесить и будете обдувать всю ночь. Ну, и все. Больше рассказать пока нечего. А следующее ноу-хау – это душ. Помните, у меня был душ. Здесь вот что-то там накручивалось. Я это закидывал на крышу. Ну, в общем, сейчас все проще. Я купил, ездил, когда в Омск. Вот такой аппарат. В чем суть? Здесь 12 вольт. Вот, смотрите, как классно подходит. Вот 25-литровая канистра. Вы туда кидаете. Вставляете 12-ти вольтовый просто подкуриватель. И здесь выключить-включить. Здесь есть минимум-максимум. То есть вы можете регулировать ваш душ. Давайте так. Сейчас я включу в розетку и продемонстрирую, как это все работает. И у вас нормальный душ. Выключить-включить. Вы можете его кнопкой. Все, выключили. Намылились там, да? Включили заново. И нормально вообще, в принципе, на максимуме. Чтобы вот максимум был. Отличная вещь. В походах-то просто необходимая. Конечно же, я это все делаю еще апгейтю. Чтобы у меня все было, ну, уже все проведено. Чтобы вот такой не заниматься ерундой. Там вытаскивать, затаскивать. Суперская штука. И в походах, ну, прям реально удобно. Можно было, я уже так думал, сделать его, чтобы мыть вот там какие-то вещи. Ну, типа, я мою посуду. Но мне это что-то не надо. Мне вот этот вот вариант, вот просто открыл, закрыл, помыл. Прям реально устраивать. Вот не надо больше другого. Это под душ и больше ни для чего. Удобнейшая вещь. Вообще, не обязательно сюда можете иметь какое-то раздвижное ведро. Вот, знаете, у нас сейчас такие модные, раздвижные ведро места не занимает много. Просто налили воды, горячей сделали. И нормальной горячей водой помыли. Как дома с шампунем. Продолжаю дальше. Тот, кто видел последний выпуск шиномонтажки, знает, что у нас в фирме рекламу снимали. Классная реклама, континенталовская. Шикарная. Просто сумасшедшая. Пять метров отрезал. Ну, наверное, метра два. По высоте. Ну, я думаю, так. В общем, что я буду делать? Для чего я ее снял? Я хочу здесь закрыться. То есть, примерно уже наметил. Здесь дырки делать. В общем, наклепки буду делать. Вот, подумал, что все-таки будет лучше всего. И для этого снял вот эту защиту, которая там лежит. Причем она такая тяжелая. Еще не факт, что я ее буду обратно отставить. Идея какая? Отгородиться здесь шторками. До сюда и до сюда. Но здесь я, скорее всего, разрежу. Вот так разрежу. Липучки есть, если надо. Можно будет на липучке прихватить. Здесь будет сплошная от ветра. Можно приготовить покушать здесь. Сделать стол выносной. Или просто стол с собой туристический возить. Поставил. И делать и кушать. Можно помыться. Можно даже как туалет использовать при желании. Потому что биотуалет уже куплен. А здесь разрезать. Здесь разрезать. Если что, это можно как от солнца использовать. Сделать какие-то приспособления. Либо просто убирать. И получится как комнатка. Своеобразная. И здесь, опять же, у меня боковая дверь. И вы зашли, вышли. И как бы в одном пространстве находитесь. Вещь, я думаю, шикарная. А, и плюс, что к чему? Почему я еще вот это снял? Можно было не снимать или пить. Так как у меня ручка раздолбанная. Смотрите. Она просто раздолбанная. А я что-то... Ну, не хочу покупать новую. Вот они вот все такие сухие. Видите, пластик никакой. Даже я куплю, не знаю, бушную или новую. В общем, то же самое будет. Я хочу попробовать сделать самому. Из дерева, деревянную. Ну, не знаю, что получится. Попробую. Если нет, ну, как-то, значит, этот пластик буду восстанавливать. Да. Вот за того, как он был нормальный. Так как, смотрите, я же восстановил. У меня получается вот это зеркало. Оно было полностью разбито здесь. Вот тут дыра вот такая вот была. Вот такая дыра. И вот, посмотрите, ничего не видно. Я снял пластик. Все это... Вот, как это тоже надо бы снять и сделать. Все это пластиком залил. Зашкурил. И покрасил. Пульвизаторы. Получилось еще шикарно. Если даже что, всегда смогу сделать там. Ну, место такое, знаете. Вы же все время здесь тянете, когда открываете, да, дверь. Получается, вы тянете как-то вот. И вот она разбилась. Хотя, возможно, сейчас уже это все гуляет. Из-за того, что... Ну, не зафиксировано. Вон там какая щит. То есть, Вадим, прекрасный день. Но и так оторвется. В общем, хочу сейчас этот крутить. Снять ее. И посмотреть, есть ли возможность сделать. Ну, я думаю, что, в принципе, возможность есть. Ну, что, народ. Обещал из дерева сделать. Значит, сделаю. Проблема вот в чем. Машина 99-го года. И вот эта накладка сзади, где с Ford'ом. У Ford'ов. Она вообще не продается. Либо продается... Ну, считайте, тут тот же самый пластик. К нему прикоснуться страшно. Видите, он просто сыпется. Я вырезал сейчас. Сделал, в принципе, так же было, как у Ford'а. И вот, смотрите. Сейчас, секундочку. Вот. Все вставляется. Здесь будет резинка. Вот тут вот резинка, чтобы не долбила. Сделаю. Плюс там еще один. И вот, видите, одна дырка и вторая, да? Ничего нет. Сюда еще сделаю болты. И будет супер. Ford. Здесь будет название. И, соответственно, что еще, соответственно, все будет закреплено. И, посмотрите, был бы очень классно. Черное все будет. Но это куда проще и лучше сделать, чем покупать вот этот старый пластик. Тем более, говорю, вообще никогда не продают. Бывушный мне тут принесли за 50 евро. Ребята, вы что за 50 евро? Я за 0 евро сделаю. И будет в разы лучше. В общем, нарезал. Вот примерно так. Ну, сами понимаете, сейчас еще пока ничего не готово. Хотя, наверное, вот эту я оставлю. Я сюда клей залью. И она на клей встанет. И сделаю здесь еще дырочки на шурупы. Сюда, сюда, сюда еще четыре. К этому клею это все притянется намертво. Потом уже сделаю две дырки. И там уже болты. И такие же скрытые потом будут болтики. То есть, болт я там посверну как-нибудь вот туда. Сделаю. Он будет скрытый этот. Все тут все замажется. Зашкурится. И получится вообще супер. Клей положим. Поклали, положили. Как там правильно, я не знаю. В школе учился плохо. Все. На клей мы это все дело сейчас положили. И закрутим. Где было треснуто, я все заклеил. Все стянул. Там скотчем специальным. Все, друзья мои. Это пускай все сохнет. Сейчас тут маленечко подровняю. Вот это вот все уберу. Чтобы было покрасивее. Здесь сейчас сотру. Вытру. Чтобы было чистенько. А потом здесь замажется. И зашкурится. И закрасится. И получится супер-пупер офигенно. Офигенно. Вот, собственно говоря, еще заготовка. Делаем дальше. Ну и вот, что получилось, друзья мои. Единственный косячок, это вот эта ржавчина. Но это я покрашу. Краску куплю белую и все подкрашу. Здесь, здесь. Не столь важно. Главное, все сделано. Получилось, по-моему, вообще суперски. От нормального, от настоящего Форда ничем отличается. Только это в разы надежнее. Все работает. Здесь я не стал выпендриваться, там замазывать. Смысла не вижу вообще. То, что это все прикручено. На клею на хорошем. Здесь заменил просто двумя в дерево. С саморезами, там, болтами такими нормальными. Вон они. Вон там. Один. Вот два оригинальных. Пластиковых. И вот еще один. То есть. Ну, это намертво. Купить это, правда, стало тяжело. Не знаю, может быть, в России как-то по-другому. Но в Европе вот прям проблемы. Продают либо бэушные, либо новые с Форда. Ну, полностью вся система. Стоит бешеных денег. Ну, он мне зачем так надо. Вот, смотрите. Выкрутился в очередной раз своими руками. Спасибо им. Всем пока. Вот так я прицепил. Сделал вот эту свою палатку. То есть, вот там она на... Как бы, Иван, тут показать-то? Неохота мне все это убирать. Ну, в общем, на заклепках это все. Получилось очень круто. То есть, сейчас вот эти вот убрать резинки. Вот эти резинки сейчас убрать. Оно упадет. Вот здесь цельная. Вот здесь разрезанная. Вот эта вот сторона. Она закидывается вон туда на крышу. То есть, получается вообще шикарно. Сами видите здесь, какие кольца, да? Кольца потом, когда это все скидывается, можно зафиксировать вот на такие палаток железки. Получается... Получилось вообще просто очень здорово. И ветра нет. От дождя, во-первых, расширяете свою, как бы, туристическую площадь. И это все становится одним домом. Ну, согласитесь, здесь получилось очень круто тогда. Как-нибудь потом, когда куда-то уеду, сейчас на работе, я вам это все развяжу. Ну, тут, собственно говоря, три резинки. Можно резинки сделать потуже, чтобы подтянуть маленечко. Ну, резинки сам сделал. Купил вот эти наконечники. И уже вставил в резинки. И сделал. Но не рассчитал. Надо было поменьше еще их делать. Ну, ладно. Это не проблема. Тут можно просто даже завязать. Все. И уже подтянется. Самое интересное, амортизаторы держать. Я думаю, амортизаторы не будут держать. Нет. Смотрите, вот до конца все. Спокойно стоит. Не падает. В общем, это не конец. Дальше будет еще, наверное, интересней. Но я хотел просто вам это видео поставить, чтобы вы посмотрели. Что можно из простого автомобиля маленькая база, Ford Transit, сделать. Здесь еще, конечно, я все равно переделывать буду. Вот эти вот ящики я не буду делать. Вот эту палку, вот эту все. Все это будет еще убираться, перебираться. В общем, переделываться. Ну, в общем, как-то так. Друзья мои, все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, еще к этому автомобилю мы вернемся. Не, допустим, в одном каком-то отдельном видео, а в сюжетах про Португалию. И там где-то я на просторах Португалии, в каких-нибудь неизданных видео или еще в каких-то, вам уже покажу все основательно. Но это очень неплохая идея, особенно если встать на кемпинг. Здорово. Здесь можно уже и помыться, правда. Здесь можно и покушать. Да и много чего можно. Там люди спят. А еще, кстати, а если сделать даже, может быть, из такой рекламы, есть еще кусок рекламы, просто закрыться. То есть тут люди могут спать внутри, а вы здесь можете что-то делать и как бы им будет там тепло. Ну, в общем, идей много. Посмотрю, что из этого получится. Потому что у меня все время получается так, что я переделываю 2-3 раза. Учусь на своих ошибках. Вроде бы уже и годы, а все на своих ошибках учусь. Все. Всем пока. Продолжение следует.